Всем привет! Сегодня мы разбирали елку у нас дома. Я снимал игрушки, разбирал гирлянды и решил заняться ремонтом вот этой вот вифлеемской звезды. Дело в том, что эта старая звезда снабжена вот такими вот лампочками накаливания. Как водится по традиции, я проверил все лампочки, чтобы выяснить, почему она не горит. И оказалось, что две лампочки просто-напросто перегорели, возможно от старости, а может от перенапряжения. Эта звезда интересна тем, что в отличие от больших и длинных гирлянд, лампочки на 12 вольт, в ней включены последовательно, их всего ничего. Можете пересчитать. 10 лампочек на 12 вольт. То есть такая звезда должна была гореть от 120 вольт. Но я ее включаю в обычную розетку и она прекрасно светится. Причем служит эта звезда у нас уже достаточно долго. После ремонта она выглядит вот таким вот образом. И все было бы просто. Да, я заменил лампочку. Удивился немножко тому, что здесь вместо 20 или 30 лампочек стоит всего 10 и они не перегорают. И можно было на этом закончить. Но ошалелые руки мне покоя не дают. Я решил сделать так, чтобы вот это вот красивая новогодняя звезда для елки не просто горела на вершине, а еще и переливалась, а точнее мигала. Как же сделать устройство, которое будет достаточно компактным, надежным, не будет мешать светиться вот этим лампочкам и при этом будет хотя бы моргать вот такой вот нехидрой гирляндой. Можно было, конечно, засунуть в эту звезду трансформатор, напаять тиристоров, как это могли бы сделать многие. Но звезда древняя и я пойду старым древним способом. Когда-то давным-давно, когда я учился в школе, мы использовали очень нехитрый предмет для того, чтобы заставить моргать гирлянды практически в такт музыке. Наверняка многие с ним сталкивались, особенно те, кто учился в советское время. Это так называемые жучки или стартеры. Так вот, я решил использовать здесь тот же самый метод, внедрить сюда стартер. И хотите верьте, хотите нет, но этот стартер в этой лампе прекрасно работал, но выглядел немножко неудачно. Но в этот раз, когда я занимался ремонтом этой звезды, я вспомнил, что где-то в моих заначках у меня есть очень необычная лампочка, которая заменит микросхему, заменит тиристор, заменит колебательный контур, заменит все. Всего одна вот такая лампочка. В чем ее хитрость? А давайте посмотрим прямо сейчас. Я вынимаю обычную лампочку накаливания и вставляю вот эту хитроумную лампу. Как многие уже догадались, суть этой лампы точно такова, как у стартера в лампах дневного света, которые раньше использовались в школах, на работе, в столовых, ну и иногда дома. Смотрите, что произойдет. Я включаю звезду в розетку, она начинает ярко светиться. Накрой ее, так будет красивее. Шташтер разогревается, вот он внутри светит белым светом и отключается, а потом снова вспыхивает и снова. Эти вспышки, если запустить музыку, соблюдают некий ритм. Они не одинаковы по времени. То она вспыхивает быстрее, то медленнее. Паузы между темными и светлыми периодами всегда разные, но это не важно. Я думаю, что вот такая схема без всяких электронных премудростей и наворотов, без пайки, гораздо более доступна всем, чтобы собрать на коленке такое вот светящееся чудо. А на этом все. Всех с наступившим новым годом. Пока!